Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моём гастро-канале Сладкий Персик. Сегодня мы с вами приготовим ту самую шоколадную сладкую колбасу, которую все так любили в детстве. Если вдруг в вашем детстве такой шоколадной колбасы почему-то не было, приготовьте её сейчас и обязательно попробуйте, потому что она очень вкусная и может долгое время храниться в холодильнике. Возьмите самое обычное песочное печенье, сложите его в миску и раздробите в крошку. Крошка нам не нужна сильно мелкая, она должна быть примерно средняя. Вообще будет лучше, если кусочки будут различаться по размеру, поэтому блендером я здесь не пользуюсь. Крошку пока убираем в сторону, и вот теперь берём блендер. Насыпаем в него миндаль и измельчаем. Если вдруг вы миндаль не едите, например, если у вас на него аллергия, или вы просто его не любите, или он у вас закончился, можно без него обойтись. Но с орешками, на мой взгляд, получается вкуснее. Дальше берём кастрюлю, отправляем в неё сливочное масло. Сливочное масло, в принципе, можно брать любой жирности, 80%, 70%, как вам больше нравится. И ещё нам понадобится какао. Какао не несколько, то есть какао без сахара, а вот то самое старое какао, которое нужно обязательно варить на плите. Вы понимаете, да, чем я? И немножечко добавляем сахара. Сахар можете регулировать по вкусу. Кто-то любит сильно сладкое, кто-то не очень, поэтому здесь смотрите сами. Наливаем молоко и ставим нашу кастрюлю на плиту. Варим всё это дело на медленном огне, постоянно помешивая. Нам не нужно довести смесь до кипения, нам нужно лишь, чтобы она у нас перемешалась, стала однородной и масло полностью растворяло. Да, и сахар в масле должен тоже обязательно полностью раствориться. У меня кастрюля стояла примерно, наверное, минут 10. Масса стала вот такая вот, блестящая, однородная и красивая. Я вам советую от плиты далеко не уходить, потому что масса может очень быстро закипеть и убежать. И тогда вы её уже не спасёте. Теперь возвращаемся к нашему печенью. Насыпаем в него измельчённые орехи и наливаем вот эту самую шоколадную массу, которую мы только что сняли с плиты. Она должна быть ещё тёплой или лучше даже горячей. Наливайте аккуратно, пожалуйста, не обожгитесь, потому что масса очень горячая. Ну а дальше нам всё это дело нужно просто хорошенько перемешать. Здесь можно воспользоваться лопаткой или обычной столовой ложкой. Кстати, в других рецептах я видела, что печенье с орехами добавляют в шоколадную массу. Так тоже можно делать. А ещё я видела, что масло в кастрюле не растапливают, просто берут размягчённое масло комнатной температуры и смешают его с какао и с сахаром. Так тоже, в принципе, можно делать, но здесь я бы, что сахар так хорошо не растворится. Итак, дальше мы с вами берём вот такой вот одноразовый полиэтиленовый пакетик и накладываем в него нашу шоколадную массу. Затем руками формируем колбаску. Никакие перчатки вам здесь не нужны, руки вы не испачкайте, и колбаса к рукам прилипать тоже не будет. Вообще способ с пакетом очень удобный. Я думаю, всем понятно интуитивно, как сформировать колбаску. Здесь нет ничего сложного. Мы просто вот так вот скатываем её в форму колбасы. И, в принципе, шоколадная колбаса по форме от обычной ничем не отличается. Дальше нам нужно эту колбаску убрать в холодильник примерно на 2 часа. Лучше оставить на ночь, если время позволяет. Потом мы её достаем и посыпаем сахарной пудрой. Она у нас уже схватилась и хорошо держит форму. Отмечу, что из этого количества ингредиентов, которые указаны в рецепте, у меня получилось 2 колбаски. Одна размером поменьше, другая размером побольше. И мы их едим, если честно, до сих пор. Посыпаем сахарной пудрой мы не для сладости, а больше для красоты, чтобы колбаса была визуально похожа на настоящую. Чтобы сахарная пудра не таяла и долго оставалась на колбаске, можно её смешать с кукурузным крахмалом. Примерно 50 на 50. Ну а дальше берём острый нож и нарезаем нашу колбаску на кусочки. Как видите, она прекрасно режется, не разваливается и получается очень красивая. И есть такую колбаску тоже удобно. Вот такой у нас сегодня лёгкий и простой рецепт из детства. Муж был в полном восторге, когда мы приготовили такую колбасу, потому что он, оказывается, по ней очень соскучился. Поэтому приготовьте и вы, и порадуйте своих родных. Приятного аппетита!